Крымская Солидарность Крымская Солидарность Крымская Солидарность По адресу Альминская 57 Проходит обыск у Ибрагимова Эрнеса Здесь мы видим, что Стоит Сотрудники По-моему ОМОН, то ли Росгвардии Потому что спецтехника стоит Росгвардии Также никакой информации здесь нам не дают Собрались родственники, родные и близкие На месте Что дома происходит Применялась ли какая-то сила Когда заходили домой Давление Как будто оказывалось или нет Мы ничего не знаем Ничего нам не говорят Ни о чем У нас информации Об этом нету Поэтому на данный момент Стоим Ждем информации Также мы Уточняем информацию Уточняем информацию О Ибрагимове Эрнесте И Узнали, что у него На Иждивении Четверо детей Жена Беременная В положении На пятого ребенка Получается Кематра С этой стороны Мы еще Видим, что машины стоят Также с сотрудниками Полиции И Прямо Напротив Входа В дом Возле калитки Стоит КАМАЗ С сотрудниками Росгвардии По машине Эта Росгвардия По шевронам Написано ОМОН Сейчас мы находимся Здесь Повторяю Альминская 57 и Альминская 21 По двум адресам Проходят в городе Вахчисарай Обыски Также нам известно Что еще в нескольких Городах Таких как Белогорск Проходят ОМОНы В общем В пяти местах Насколько известно Нам на данный момент Еще Информация Уточняется На месте Работают Журналисты Пока на все Что у нас Есть информация Всем Что владеем Рассказываем В прямом эфире А также Вот мы видим Муменеса Лива Салям алейкум Хотели у вас взять Пару Комментариев На улице У нас несмотря на Такой Сильный холод Вы пришли сюда Скажите пожалуйста Причину прихода Кем он для вас является Ну люди Которые проживают По данному адресу В 4 утра От родственников Поступила информация О том что Проходят обыски У наших соотечественников В частности Мы сейчас стоим Дома Другимого Эрнеста Буквально На улице Выше Еще один Известный В городе Частный предприниматель Олег Федоров Чуть позже От Крымской солидарности Стало известно Что Обыски проходят И в других регионах Крыма То есть Это не что иное Как очевидные Массовые облавы И Год начался Мы видим Как Один за другим Проходят Судебные процессы Над нашими Соотечественниками Буквально Позавчера Прошло заседание Над Супружеской Парой Волонтеров С грудным Месячным Младенцем А сегодня Младенцем А сегодня Уже Массовые обыски По всему Крыму Ибрагимов Эрнест Это активист Который Посещает Судебные процессы По политически Мотивированным Делам Крым Над крымскими Татарами Он Всегда проводил И сопутствовал Проведение Организаций Для Мероприятий Для детей Политужников В 2017 Году Когда проходили Вторые Массовые Обыски В городе Батчисарай В частности Один из федерантов Это мой супруг Сейран Салиев Он Был Административно Притянут К ответственности И ему Вменили Штрафную Санкцию На виду Эрнесту Ибрагимову Олег Федоров Он Помогает Семьям Политужников И На данный момент Какой-то Официальной Версии От сотрудников Силовых Структур Нет Потому что Я Неоднократно Задавала им Вопрос Что здесь Происходит Могут ли Они прокомментировать Данные Оперативно-следственные Мероприятия Мы сказали Что Это не входит В их компетенцию А У дома Олега Федорова Сказали Что Они даже Сами Не знают Они просто Дали Какой-то приказ Я стала спрашивать О регалии Имена Остановления Есть ли какие-то бумаги Они сказали Что Они вообще Ничего не знают Поэтому Пока что Сложно Давать Какой-то Комментарий Относительно Того Какая статья Обменяется Уголовное ли Это дело Производство Или административное Будем ждать Сейчас проезжала Мимо Дома Олега Федорова Местные жители Скапливаются У дома Потому что Информация Постепенно Начинает Распространяться В городе И Безусловно Общественно Среагирует Потому что Практически Все Знают Этих людей Бахчисарай Это город Он маленький И имеет Очень тесные Социальные связи И коммуникации В обществе Поэтому Конечно же Такая реакция Это показатель того Что Люди В недоумении Они не согласны С этим Более того Приход Так скажем Сотрудников Силовых структур В 4 часа утра Когда не пропускают Ни родственников Ни знакомых Ни друзей Тем самым Лишают людей Элементарно Базового Права на защиту Опять же Мы видим Что Нет никакой Ясности Прозрачности Как скажем Данных Оперативно-следственных Действия Это Ни что иное На мой взгляд Это показатель Очевидной Фабрикации Чехса Голос Аллах Разволся Чем Немезе По данной Информации Которой мы владели Мы все рассказали Взяли вот интервью Чуть позже Мы вернемся В эфир Пока мы будем Работать здесь На месте Будем Узнавать Выяснять И все что будет Известно Мы обязательно Вам расскажем Чехса У нас на улице Очень сильно холодно Взраняются Информации о том Что проходят обыски И люди С теплой постели Несмотря на сильный холод Выходят на улицу Чтобы поддержать Своих соседей Соотечественников Люди с одного города Приезжают И так далее Чехса Волнос Чуть позже Мы обязательно вернемся В прямой эфир